Добрый вечер, дорогие друзья! Замечательно, что у нас есть возможность прослушать еще и мини-лекции о здоровье. И наша мини-лекция называется «Будьте здоровы». Ведь это так приятно, когда мы говорим кому-то «Будь здоров». Все наши пожелания всегда связаны со здоровьем. Мы хотим, чтобы наши близкие, родные были здоровы. И так, каким же образом мы можем быть более здоровыми? Что мы можем сделать для того, чтобы в наших семьях здоровье было действительно самым привычным гостем и обитателем? Что же это такое? Наша лекция сегодня называется «Секреты здоровья». Почему секреты? Потому что для многих здоровье остается таким же нераскрытым секретом до конца жизни. Мы хотим, чтобы этого не случилось с вами. И чтобы уже с завтрашнего дня каждый из вас смог применить первый секрет в своей жизни. Но для начала давайте посмотрим, каким же образом устроим вообще мир вокруг и наш организм. Конечно, мы замечаем чудеса природы. Но на самом деле наибольшее количество чудес происходит внутри наших с вами тел. Таких обычных, но порою таких хрупких и в это же время выносливых. Что может сделать ребенок, который только родился? Мы только называем его «моё чудо». И на самом деле мы чудесами и остаемся. Давайте немножко познакомимся с нашим организмом. Средний человек состоит из 206 костей, которые соединяются в 230 суставов. Конечно, у нас есть еще и мышечная масса для того, чтобы мы имели красивую форму. И у нас более 600 различных мышц. Именно благодаря им мы выглядим так привлекательно, как сегодня каждый из вас. Но внешне мы покрыты огромнейшим органом. Это самый большой орган нашего тела – кожа. И если сложить все клеточки в одну линию на одну площадь, тогда получится 2 квадратных метра. В целом кожа весит около 4 килограмм. Но иногда мы ее не воспринимаем даже как орган. Мы думаем, что это просто как сменная одежда. Одели, походили и хорошо. Но на самом деле далеко не все так просто. Когда мы смотрим на себя в зеркало, то мы иногда не задумываемся над тем, что там есть что-то необычное. Мы самые привычные для себя. Но если посмотреть на себя внимательно под микроскопом, то мы заметим, что только на одном квадратном сантиметре нашей кожи находится более 3 миллионов различных клеток. И здесь огромнейшая инфраструктура. Любой город мог бы позавидовать этой хорошей организации. Здесь есть свои электростанции, которые вырабатывают энергию. Здесь есть свои транспортные магистрали для того, чтобы обеспечивать снабжение и питание каждой клеточки. Здесь есть свои средства связи. Но это далеко не полный перечень, и об этом можно говорить всю основную лекцию, а не только мини-программу. Самой быстро обновляющейся клеткой нашего организма является красная кровяная клетка. Каждую секунду в нашем организме 2,5 миллиона красных кровяных клеток вырабатываются новых, а старые удаляются из кровотока и выводятся из организма. Если наше сердце делает 72 удара в минуту, то за сутки это получается почти 104 тысячи. Вот такой вот моторчик. И за дня в день, и с года в год он обеспечивает то, чтобы наш организм получал все необходимое. Но самой большой путешественницей в нашем организме является кровь. Потому что если все кровеносные сосуды сложить в одну линию, получится 100 тысяч километров. И такое путешествие кровь проделывает каждую минуту и опять-таки же всю нашу с вами жизнь. И хотя внешне мы выглядим такими твердыми и достаточно консистентными, но на самом деле у нас есть вода около 45 литров в каждом из нас. Вот такие мы с вами удивительные. Но давайте посмотрим, что же происходит с организмом, с человеческим телом в настоящее время. Статистика поистине ужасающая. Количество раковых заболеваний за последние 10 лет увеличилось на 30%. Онкозаболевания сегодня встречаются даже среди новорожденных младенцев, чего никогда не было ранее. Количество смертей от сердечно-сосудистых заболеваний увеличилось в два раза за последние 10 лет. Также увеличилось количество смертей от сахарного диабета. Диабет сегодня называют самой прогрессирующей болезнью. И если не изменится эта ситуация, то уже к 2050 году прогнозируется около 300 миллионов людей, которые будут больны этим заболеванием. И это далеко не полный перечень. У нас не хватит времени, чтобы говорить обо всем. Можно сказать только одно. Всемирная организация здравоохранения говорит о том, что каждый третий европеец имеет какое-либо хроническое заболевание. И это говорится о тех людях, которым обеспечено высококачественное медицинское обслуживание. А что говорить о нас, которым не всегда доступно какое-либо медицинское обслуживание. Крайне неблагоприятные экологические условия, которые подчас мы можем создавать сами себе. Конечно, еще и изменение рынка пищевых продуктов, изменение в выращиваниях животных и растений и так далее. Все это сейчас очень сильно напоминает химзавод, а не продукты потребления. Именно поэтому люди должны внимательно читать состав каждого продукта, который они собираются приобрести для потребления в собственной семье. Поэтому первое правило, которое каждый из нас может взять уже с сегодняшней лекции – научитесь читать. И лучше, конечно, читать состав продукта до того, пока вы еще не купили товар. Это сохранит вашу нервную систему надольше. И, естественно, сохранит ваше здоровье. И еще один феномен, который свойственен нашим людям – это употребление продуктов, которые вредят организму. Алкоголь, табак, наркотики и кофеин, содержащие вещества. И еще одно – это употребление медикаментов. Излишнее употребление медикаментов. Потому что мы не очень часто обращаемся к докторам. Мы идем прямо в аптеку, покупаем какой-либо препарат, и это становится для нас решением проблемы. На самом деле все это создает вместе санитарную катастрофу. Нам необходимо что-либо изменить. Но на самом деле не все так сложно, как кажется. Потому что медики говорят, что здоровье человека на 70% зависит от того образа жизни, который ведет человек. И только на 30% – это состояние медицинского обслуживания, экологическая среда и наследственность человека. Поэтому 70% – это то, что находится в руках. Это наш выбор. Это то, что делает каждый из нас. Интересное исследование о влиянии человека на его здоровье было проведено учеными Беллаком и Бреслоу. Они обследовали около 7 тысяч людей почти 10 лет. И было выявлено, что существует 7 принципов здоровья или 7 законов здоровья, которые помогают каждому из нас прожить дольше. А оказывается, мы можем жить до 11 лет дольше, если просто следуем этим простым правилам. Но для сравнения хочу вам сказать, что с начала 20 века, когда были улучшены медицинское обслуживание, социально-бытовые условия жизни и открытые антибиотики, человек в Европе стал жить только на 3 года дольше, а здесь, соблюдая 7 принципов здоровья, оказывается, можно жить до 11 лет дольше. Но кто-то скажет, я не хочу жить так долго. Может быть, я проживу меньше, но ни в чем себе не отказывая. Что же это такое? На самом деле так ли это? Меньше лучше ли это? Оказывается, не всегда так. Ученые Беллок и Бреслоу говорят о том, что 7 принципов здоровья добавляют нам еще до 30 лет качественной жизни. Ведь это то, к чему мы стремимся. Мы хотим не просто длинной жизни, мы хотим ее прожить более качественно. И так мы можем этого достигнуть, потому что все эти 7 принципов – это наш с вами выбор. И то, о чем мы начнем говорить уже с завтрашнего дня. Ведь дело в том, чтобы собственными руками не делать себя инвалидом, чтобы сделать со своей стороны все, обеспечив своему организму самое необходимое, самое нужное. И все то, что находится у нас под рукой. Мы не будем говорить о чем-то, что будет стоить вам очень больших денег. Это будет находиться возможным для каждого человека. Давайте прочтем одно интересное высказывание из отчета докторов Беллок и Бреслоу. Хорошие привычки, практикуемые всю жизнь, как следствие, приносят хорошее здоровье, а также продлевают его сохранение приблизительно на 30 лет. Вот то, к чему каждый из нас стремится – прожить дольше и более качественно. И так все это находится в наших руках. Но если, скажете вы, мы никогда раньше не слышали, что существуют законы здоровья, что их семь или что их нужно соблюдать, а оказывается, есть еще одна утешительная новость. И она для каждого из нас никогда не поздно начать. Те из 7 тысяч исследуемых людей, которые, услышав о законах здоровья, изменили свой образ жизни, стали чувствовать себя лучше. Они стали здоровее. И это помогло им не только в профилактике заболеваний, но и в лечении уже существующих. Я желаю, чтобы каждый из вас, приходя на нашу программу, узнал о том, каким образом можно стать более здоровым. Применяйте эти принципы, приходите на нашу программу и будьте здоровы.